Здравствуйте, мои дорогие садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске поговорим с вами на такую важную тему, как санация почвы. Каким образом можно предзинфицировать почву после уборки овощных и прочих растений, для того, чтобы снизить уровень инфекционного фона, для того, чтобы вот эти растительные остатки, всевозможные гнили, которые на них поселялись, фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурца и так далее, не перешли на последующие растения, которые вы будете высаживать здесь же или на соседних участках. Ведь инфекция, даже если вы на маленьком участке осуществляете севооборот, и инфекция все равно легко переносится по вашему огороду. Дунул ветер немножечко, пыль поднял с этой инфекции и понес. Естественно, что ничего не убережется от того, что вы посадили на 5 метров дальше от предыдущего участка, прошлого года, эти огурцы или эти томаты. Это все равно все одна система. И поэтому, конечно, дезинфекция является очень-очень важным моментом. Чем же можно дезинфицировать почву? Ну, сразу вам скажу, что дезинфекция медным купоросом, препаратами меди, проливой вот эти почвы – это варварство. Так поступать нельзя. На любом канале, на котором вам дадут рекомендации по проливу именно медным купоросом, вы эти каналы гоните от себя прочь. Везде, где вы в новостной ленте еще где-то прочитаете, просто это означает, что люди абсолютно некомпетентны в вопросах ухода за почвой. Это высоко токсичные и абсолютно неэффективные методы. Санировать поверхность почвы можно, например, ну, если уж купоросом хотите, можно железным купоросом. 3-5% раствор железного купороса, нанесенный по самой поверхности почвы, обильненько нанесенный, он, с одной стороны, прижмет некоторые инфекции, которые сохраняются на вот этом поверхностном слое, на растительных остатках, а, с другой стороны, обогатит почву железом, которая так важна для развития наших растений. Но все же есть более благоприятные методы, о которых я вам сейчас скажу. Один из способов тотальной дезинфекции почвы, прям тотальной дезинфекции, это использование, например, хлора, активного хлора. Ну, можно, конечно, обработать поверхность почвы раствором белизны, если у вас по составу белизна содержит менее 15% гипохлорита натрия, то в этом случае возьмите 2 литра белизны на 10 литров воды и обильно опрыскайте поверхность почвы. Если у вас более 15%, то возьмите примерно 1,5 литра. Если у вас 30% и более гипохлорита, то возьмите 1 литр белизны и опрыскайте поверхность почвы. В советское время практиковалось в тепличном хозяйстве такая штука, как перелопачивание земли и почвы вместе с хлорной известью. Хлорную известь теперь тоже несложно добыть. В принципе, можно брать горсть хлорной извести и рассыпать по поверхности почвы на 1 квадратный метр с заделкой. И это мероприятие одновременно станет и сильнейшей дезинфекцией, которая уберет, конечно, и паутиного клеща, и разнообразные гнили болезней и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, она станет мероприятием по известкованию почвы, поскольку хлорная известь после прохождения процесса просто превращается в мел и дальше реагирует с почвенной кислотностью, кислотами, алюминием и так далее. Все, что дает нам кислотность почвы, оно реагирует точно так же, как и обыкновенный мел. Поэтому хлорную известь ни в коем случае не забывайте. А особенно эффективно использование хлорной извести в теплицах, там, где площадь небольшая, и где это не будет большими вашими трудозатратами. Поэтому после уборки томата засыпьте все хлорной извести. Ну, некоторые... Ужас, ужас, какой кошмар! Ну, на самом деле, не надо быть с предубеждениями, надо просто хорошо понимать, что хорошо, что плохо, что полезно, что бесполезно, что вредно и так далее, и просто применять правильно. Конечно, использование хлорной извести нанесет, безусловно, вред таким почвенным организмам, как дождевые черви. Но одновременно оно нанесет вред и нематодам почвенным, и таким организмам, как, например, проволочник, там, ну, и многие-многие почвенные вредители. То есть горсть большая, ну, стакан, да, хлорной извести на квадратный метр, и как следует зарыхлить, можно даже под культиватор, можно даже перекопать. Это, на самом деле, если не быть безграмотным с предубеждениями, то это нормальный вполне способ. Червячки, органику внесете, все нормально, и потом, значит, все, червячки восстановятся. Другой способ, он является чисто органическим, чисто биологическим. Его надо использовать и если вы использовали хлорную известь, и если вы его хотите использовать самостоятельно. Существует целый ряд биологических средств для того, чтобы ускорить разложение растительных остатков и улучшить состояние вашей почвы, в том числе провести дезинфекцию. При этом, конечно, различные организмы, микроорганизмы действуют не одинаково. Вот одно из мощнейших средств для дезинфекции почвы и с хлоркой, и без хлорки. Вот почему без хлорки? Потому что даже без хлорки он поможет уничтожить большую часть всевозможных инфекционных агентов почвы. Это и фитофтороз, и кладоспариоз, и серый огниль на землянике, там на малине, и белый огниль, и фузариоз, и вертициллиоз баклажан увядает. Ну все он это уничтожит, при этом не вызывая никаких нарушений в вашей почве. Почему после хлорочки его еще хорошо использовать? Потому что вы, когда хлоркой дезинфицируете, то вы уничтожаете огромное количество и полезной микрофлоры. И вам надо восстановить почву. Ну, не обязательно вносить вот это самое лучшее средство на сегодняшний день. Оно называется почва-сан. Оно жидкое, это средство почва-сан. Специально для санирования почвы сделано. На основе бактерий очень полезных. Вы разбавляете и просто легонечко опрыскиваете почву. Примерно в дозе 1 стакан 200 мл раствора на 1 квадратный метр. Вот так вот расчет такой делаете и опрыскиваете. Ну, можно чуть больше внести, если у вас по гладоспариозу, например, была трудная ситуация, то можно и 300 мл тогда внести на квадратный метр. Ну, вот как бы крупной каплей обрабатываете вашу почву. Но это также очень сильная конкурентная микрофлора, которая погибла в результате использования хлорки. И вы эту конкурентную микрофлору туда заселяете. Вот если вы почва-саном обработаете, то у вас по поводу инфекции уже будет все в полном порядке. Вы свою почву полностью отсанировали. А марганцовка, она не помогает. И медный купорос тоже это все не помогает. Это все какие-то дикие методы, способы, абсолютно неподтверждаемые исследованиями, пробами из почвы и так далее, и так далее. Туда же форма-йод, туда же зеленку, туда же все остальное. Это все абсолютная ерунда. Чтобы форма-йод подействовал, вам надо его в такой адской дозе туда внести, и что у вас там потом ничего расти не должно. А вот эти легко разбавленные растворы, они вообще не действуют. От слова вообще никак. Что ж, дезинфицируйте почву правильно. Конечно, это не единственный метод, который есть. Вы можете использовать также и триходерму. Такое же опрыскивание делать. Вы можете делать почвосан совместно с триходермой. То есть обогащать, вообще обогащение почвы полезной микрофлоры, биоактиватор почвы использовать. Особенно после хлорочки, особенно после каких-то таких тотальных дезинфекций. В этом случае вы, чем большее разнообразие полезных микроорганизмов внесете, тем будет лучше у вас ситуация. Но если нет денег на конкурентную микрофлору, но сделайте обыкновенную зеленую бродиловку. И даже вот осенью, после этой же хлорочки, как следует полностью залейте, буквально не разбавленной этой зеленой бродилкой, всю вашу теплицу там или какой-то участок огорода, где вы проводили вот такую дезинфекцию. И будет все в полном порядке. Вот мне на участках, где наблюдается засилие нематоды, где наблюдается засилие почвенных вредителей, и где был очень высокий инфекционный фон по кладоспориозу, фитофторозу, ну другим болезням, болезням увядания баклажана, томата. Вот там внесение хлорной извести и через 2-3 недели внесение конкурентной микрофлоры, оно для меня является ну просто самым-самым лучшим способом. А когда вы уже просто, ну вот уже дальше поддерживающая вот такая идет санация почвы, то выбирайте профессиональные препараты, выбирайте почвосан для того, чтобы выполнить вот такую очень-очень качественную дезинфекцию вашей почвы. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok